Адикамон и Девиновский есть такое Она, смотри, сюда покатилась И вонючий запах только Вкусно, короче? Я хотел, чтобы ты побольше съела Я люблю сало за кожицу, свиньи Здарова, с тобой Джим Артёмович И мы сегодня будем делать фаскут из пятёрочки Сегодня у меня в гостях Самая яркая личность интернета И самая лучшая от три душа двеча А ну мяу Привет! Салам алейкум, дорогие друзья Салам алейкум Здравствуйте И мы сегодня в столовой Джима Артёмовича В комнате, где он записывает летсплей Джим Артёмович Здесь Сегодня я предлагаю тебе вкусить Самых разных блюд нашей кухни Из пятёрочки Всё уже готовое, подогретое, разогретое У нас есть сегодня и бургеры У нас есть сегодня пловчик У нас есть из свеклы салатик Твоя любимая Корни земляные Сельдь под шубой Твои это корни земляные Боб, это моя тема Сельдь под шубой Салат из курицы гриль по-корейски Какие-то штучки Блинчики Мантышечки Короче, много макарошки, салаты Да, да, очень рада Я очень сытая Но запихнув себя Мы только поели Да-да-да Но готова запихивать себя Всю вкуснятину из пятёрочки Я обожаю с Аней записывать ролики подобные Потому что у нас разные вкусы Я всеядный, а Аня, она более избирательна в еде И более в ней понимает Либо у меня рецепторы Испорчены блейзером в 2007 Были Я просто токсик Я токсик Аня токсик Она Рамзи Она Дружиобломов Нашего канала А я всё подряд ем Кроме консерв главпродукта Кто не смотрел, обязательно у Ани Там в видеоматериалах на Твиче найдёте Стримчик, он есть Также посмотрите наш прошлый ролик Про макияж на моём канале Ссылочка будет в описании И здесь сейчас в подсказочке Хочу сказать, что вот это вот всё Когда я подогревала Знаешь, что пахло чем? А, чем? Помнишь, мы заказывали вот эту говёную доставку Еды Ага Плохой Вот, короче, пахнет консервантом оттуда Ооо Прям несёт Консервант это как? Пахнет? Ну, не знаю Блин, ну не домашней едой А какое? Консервантивной? Консервантивной Консервантивная еда сегодня Консервантивная еда Ааа Сразу ясно Ха-ха-ха Вот эта вся еда Она стоит 2554 рубля Ну ладно, надо отсюда два энергетика И колу вычеркнуть И, в принципе, вот столько у нас сегодня Стол будет стоить Ебать Дорогой, да, стол? У нас сегодня Новый год Не, прикинь, как будто из доставки заказали, блин Всё, что не ели до этих пор Нам всегда всё не нравилось Веганская еда Есть где-то ролик Наберите веганская еда И какая-то там еда Короче, любая еда Короче, много ед Ничего нам не нравилось Да, даже шашлык веганский когда-то ели Всё говно И поэтому мы сегодня будем настоящий русский стол хавать Ну не весь русский Ну, чуть-чуть узбекский Я думаю, это где-то в середине бургер должен быть вкусный А, да, да Он, кстати, дорогущий Вроде 180 Дорогущий? Ну это пиздец Ну, ты видела его? Смотри Так Биг Мак же по цене такой Ой, фу Какой-то печальненький Он, да, маленький Чересчур Ты как гость выбираешь первое наше блюдо Ой, я выбираю первое наше блюдо Мне нравится, как ты позаботилась о нас Нам две вилочки дала Это что? Хорошо? Ну, к супу вообще кайф Ну, будем вот так наливать суп Ну, да, попьём вот так Попьём, да Да, да Нормально пойдёт Я предлагаю, знаешь, что вот интересно? Ну-ка Вот это Вот это? Из курицы салат, из курицы гриль по-корейски Опачки Мне кажется, там отходы 89 рублей, 90 копеек 90 рублей Отходы прям думаешь? Вероятно Мне кажется, так, да Так, ну давай Ну, прикинь, из чего делают обычную курицу гриль Ну, из протухшей Есть, короче, канал Все работы хороши Да-да И там рассказывалось Ну, это не блюдо пятёрочки Но сами блюда пятёрочки Которые готовят Там часто есть просрочки И ещё там крысы даже иногда О, как пахнет Первое, да Ядрёно Да, очень ядрёно Пиздец Ну, типа Ладно, точно Надо учитывать, что они все Все, что они все в пакете Пахнет Пахнет жёсткой копченой сосиской Да Надо учитывать, что они в пакете Чуть-чуть притухли, скорее всего Да? Ну, типа Притухли, бля Не правят нормали Не значит, что протухли А типа законсервировался воздух Знаю, что это притухли Мне нравятся фразы Ну, о память Но вообще и продукты Ну, не то Пищу Вместе пробуем или по отдельности? Ну, давай вместе, конечно Ну, дайте мне вютки Я ненавижу, честно, немножко ролики про еду снимать. Почему? Потому что всегда блевать просто тянет. Всегда токсично, да? Если что, я домашний вид улюблен. А где курица? Вот эта, что ли? Мне кажется, от нее жиром помазали. А, ну вот, есть белые кусочки. Я не хочу ее раздербанивать. Почему-то? А он вонючий какой-то. Вонючий. А зачем у нее картошка фри лежит? Ну, это так, вот, для подачи. Не хочу, мне уже... Ты что, плюешься на мой салатик, блядь? У меня слюни выделяются уже блевать. Ну, я понял, вот, сегодня. Я окончательно понял, что я больше не вывожу снимать вот эти вещи про еду. Почему? Ну, всегда блевать. У меня уже, знаешь, может настроение перед записью портится. А-а-а. Уже как собака я надрессированная. Я такой, ну, блядь, типа. Сейчас будет плохо. Надо было не есть, надо было не есть, чтобы ты жаждал еду. Если вам нравятся вообще наши хавчики, вы лайкаете. Будет 2000 лайков. 3000. 3000 лайков, и мы сразу следующий снимаем. Угу. Мне не нравится. Я не могу жевать. Я с курицей жую, а ты? Я не знаю. Очень майонезно. Сколько это стоит? 90 рублей. Ну, за 90 рублей можно... Не, не могу. Мне не нравится. Ну, один из десятилетий. Знаешь, это просто хрустящая майонезная куча, блядь, тут нихуя нету вкусного. Морковка, как, знаешь, корка морковки. Ха-ха-ха. Ну, для какой-нибудь бомжички с водкой нормально. Символично. Выкидываем. Все, ну, будешь отходы туда? Пакет пятерочки назад. Блин, самое главное, чтобы бомжики поели хоть. Что вкусное, мы отодвинем и потом доедим. Ну, и все за наебанное. Конечно. Ты думаешь, нам повезет сегодня? Возможно, хоть раз нам должно же повезти. Следующее блюдо я буду сам выбирать. Я хочу что-нибудь вкусненькое. А значит, будем есть... Нет, 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 нет. Только не то, что я думал. Где оно? Вот, свекла. О, блядь, ну ладно. Ну, надо повонючей, потом заедим чем-нибудь. Ладно, главное, чтобы потом... Нет, 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 давай перед салатом супчик попьем. Кашка овсяная. С молочком. Попьешь, попьешь. После вот этой корейской к морковочке. Овсяночки и в туалет. Каша овсяная 55 рублей. 55 рублей. Ну, смотрите, порция, да? Ну, вот на желудок мой, представьте. Желудок. Блядь, мы знаем, как выглядит твой желудок. Все представили. 55 рублей. Э, ага, тут половину представь в твой желудок. Ну, да, да, там видно. Да, там чуть-чуть в твой желудок. Так, а это тоже самое, да? Ристория шеф? Да, 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 да. Сколько стоят пакетики вообще каши? Фу, а что там плавать не очень? Не знаю. Жук? Пахнет, как знаешь, типа веганская еда. Ммм, да, 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 да. Постненько, постненько пахнет. Постненько, постненько. Там, короче, не знаю, видно, не видно. Вообще, если фокус... Ну, короче. Пробуем? Да, пробуем давай. Ну, как будто ничего будет. Ну, так типа с едом. С водичкой. Ну, да, вместо молока. Это, наверное, молочная водичка. Думаешь? А из молока может водичка выделиться? Да, да. Да, серьезно? Ну, когда оно прям долго постояло. Ну, сметанки же может. О, ну, кстати, мне нравится, как пахнет. Приятного аппетита. Ванильненько? Ну, ванильненько и как протеин пахнет. Да, пахнет, кстати. На огуре постненько как-то странно пахнет. Не, ну... Вот как сопля, структурка мне не очень нравится. Ммм, нет! Нет, курица по-корейски упала. Вообще, знаете, в следующий раз делайте ставки, на каком блюде Аня испачкается. На первом же, блядь. Ну, все-таки, не знаю. Ну, каше нормально. Ну, каше пойдет, да. А, это дорого, 55 рублей? Ну, мне кажется, как-то, да. Ну, хотя с молоком сделано, даже неплохо. Но она вкусная. Угу, угу. Ставлю 7 из 10. Ммм, я все-таки из-за того, что она такая, у меня как будто... Липкая, как закля... У меня клей, клей. Клей, да, вот, клейкая, вот, правильно, да. Слишком клейкая. Я ставлю 5. Заклейкость. А если было б не клейкая, 10, да, было б? Ну, да, да. Да? Ну, тогда 6, ладно, оставлю. Ни тебе, ни мне. Ну, ладно, блядь, сортовались на бал. И что это, выкидывать жалко даже. Ну, все, оставляю. Я съемша? Да, серьезно? Единственное, что я не хочу пробовать, это закуска с баклажанами. Я вообще не хочу. Тогда выбирай свеклу. Ой, блядь. Может быть, мы еще не пробовали оливье. Оливье, хое. Выглядит, кстати, не очень. Еще, прикинь, какая цена. Угадай. Так, какая, какая? Угадай. Семьдесят четыре. Сто пятьдесят. Ууу, ну тут порция такая, представьте на моем желудке. Сто пятьдесят. Целая семья, десять человек можно накрыть. Ну, мы еще не знаем. Как вывалить вот такую тарелку? Да, вот такую, блин. Казан, вообще. Да, да, да. Ну, тут как будто майонез какой-то вылили и такие, ну, что нам осталось? Ну-ка, запашок, запашок, туплечок, чикак. Да, вкусно так? Кисло так. Не, кажется, жимы от вкуса, конечно, уже улетел, блядь. В годзилу чуть ненадьку превращался, а? Да, сразу заливаешься. Ну, да, соленая каша. Я не хочу после каши это есть, соленая, кислая. Так, давай, жри, у тебя нет выбора. Они смотрят, они ждут. Я еще не подумав, кашки так поел чуть-чуть. Да, 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 да. Кого там чуть-чуть? Сколько ты навернул? Ну, она до сих пор вкусненькая такая во рту. Слипшаяся, да? Слепила. Че это такое было? Ну, я отсылаю повару поцелуй свою. Я думаю, у меня еще повар смотрит и такой, да, это я делал. Так. Так, ну дай бог. Блядь. Я думаю, этому повару не отошлешь поцелуй. Реально, вот тут сразу сводит все. Да, боишься? Страшно тебе? Фу, она воняет металлом, она банкой воняет железной. Нет, она воняет соленым огурцом. Ну, да, только приближ... А, у тебя с той стороны воняет? Да, да. Может это вилка? Нет, это с этой стороны воняет. У меня не воняет. Да? Да. Так у тебя огурца там не воняет тоже, только огурца у тебя меньше, а у меня много. Может это огурец из карнисированной банки? Старый, да? Угу. Ну ладно, давай чуть-чуть. За ваше здоровье! Ну а стой. Ааа, чего горько? Это один опять из десяти. Почему ты горько? Я забыл, кто готовил. Не берите. Мммм... Отпись его, отпись, я сучонка. Это как кукла Вуду. Я надеюсь повару больно. Я вот так, ладно. Сейчас у повара сердечный приступ. Я не понимаю, что горчит. Как будто горчит картошечка. Мне кажется, это чья-то слюна горчит. Кто-то после перекура харкнул в кастрюлю. Дааа. Думаю, надо по тяжеляку дальше. Я выбираю... О, нет. Гороховый суп. Ооо, ни хрена себе. Я думала, ты всё от салата не отстанешь. Кстати, ты заметила, я по эти... Иду по фирме Рестория Шеф. Да, да, да. Блин, и меня во рту горчит. Семьдесят рублей. Нормально. Блядь, нет, мне что-то как будто я плохо, я заболел. Чем-то. Ну, хочется лежать и типа, как мне плохо, вот так делать. Ну, пахнет. Как будто в конце в гороховый суп горелую палку воткнули. Есть такое? Дааа. Вот это с углями прям. Знаешь, что пахнет? Вот этой сгоревшей печёной картошкой. Да-да-да, шкурой. Да-да-да, шкурой. Ну что, будешь попивать? Блядь, ну давай, бухнем здорово. А давай... Я придумала гениально. Давай два супа одновременно, мы чокнемся, а потом поменяемся. Давай, давай. Давай на брудер и шафт. Давай, давай. Второй суп, солянка. Ё-прикинь, сто рублей. Сто рублей! Красиво, щас выпьем. Брудеры и шафты. Что? Щас зальем себя зубами. И папе поест внизу. За любовь я выпьем. Я как будто сок из говяжьей ноги выпил. Я как будто выпила бабушкину лужицу. Это точно сто пятьдесят написано? Сто. Сто. А, сто. Угу. Это семьдесят. А что у тебя рука затряслась вообще? Она всю жизнь такая вот этой еды. Да. Мне кажется, съели слишком... Это очень плохая солянка. Да? Такое ощущение, как будто, не знаю, блядь, бабка собаки вот так нахуярила. А чего? Вот это тоже. Сварила голову вот так, блядь. Во-во. Да? Это то же самое? Странно, два раза подряд это еще разная хурова. А что тут какие-то кукурузки? Кукурузки. Э, это картошки. Эм. Ой, да тут какие-то слизь. Давай, пей, пей. О, пересолено Не, не очень За такие деньги не очень 100 рублей это очень дорого За такие деньги я должен оргазм был от супа получить Да, я согласна Кто выбирает? Ты? Я А, ну ты предложила по супу выпить После того, как я предложил выпить суп Значит выбираю я Ты что, издеваешься? Нет Ну ладно, вкусняшку взяла, ничего себе Бифштек с картофелем Зарумянинный О, сколько стоит? 152 рубля 99 копеек Ох, какая Выглядит как законсервировано реально Как будто насрали в руку И потом пол кинули Блин, мне кажется, они на полу реально валяют Выглядит не очень Не очень аппетитно, если честно Ну ладно, что я Да, хватит плакать Нормально Нормально вообще Нормально? Дай мне кусочек Не, реально нормально, охуенно А это че? Партейк По-главное, попробуем Че за паштет? Там у тебя резина, ебанутая Это не... Я охуел? Я хотел, чтоб ты побольше съела Че за плаун? Чувствуешь, что это резинка какая-то странная Не резина в плане, как вы можете представить Там подошва, знаешь мясо бывает говорят, а это резинка, она как пел-пел-пел, когда ее жуешь. А мне кусочек паштета попался. Ну, это паштет с резинками. Знаете, скрипыши, блядь. Как из супа выловили. В бешманской столовке очень плохой. Нет, это даже не уровень столовки. Как будто, блядь, валяли где-то в каком-то железном контейнере, что-то мясо, вот так валяли, валяли. Такое еду научатся когда-нибудь делать для людей. А почему это называется бештекс, когда это паштет? Да это говно. Я представляю, будешь считать целое мясо. Будешь картошку пробовать? Я? Ну, я попробовал. Она на вкус как из дешевого супа с магазина выловили. Ты сейчас, блядь, наверное, ты еще мне это сказала, она охуенно на вкус окажет. Да, ебать, да. Я после той пранки... Я ни в что не верю, что сегодня что-то будет охуенно. Какая-то соленая еще. Пакет пятерочки тем временем пополняется. Да, можно... Обратно собираем. Надо принести, будет сказать, все, мы его поели. Так, я выбираю все-таки из свеклы салат. 59 рублей 99 копеек. Не хочу пробовать это. 60 рублей просто корень из земли. Да, 60 рублей корень из земли. Нет, это дорогой салат. Да, жесть. А это опять Ристория Шеф. У нас сегодня какая-то реклама Ристория Шеф. В прошлый раз я говорю Ваня, мы ели консервы главпродукта, обливаться можно. Сегодня у нас конкурент главпродукта. Ну, пахнет не так насыщенно, как у мамки. Ну, не так свежо. Запах тот же самый, да. Не так свежо, пахнет. А чем-то посыпан сверху. Ну, грецкий орех, это классика. Ты что, не пахнет? Чего, любименький? Я спойвернул тебе, извини. Что тебя ждет. Как будто пожевали свой клу и плюнули в хуйню эту. Фу, какая мерзость. А что такое? Кисло, да, там еще, если подольше пожевать. И соленая. Почему у них такая проблема с солоноватостью? Наверное, они где-то в нечистой посуде все делают. Как будто пропитано солью, вот так. Может, они ссут в... В контейнеры? Не знаю. В каждый контейнер, блядь, по капле мочи. Вообще, вкус такой, как будто они такие, свекольный салат, не моют ее, ничего не делают, просто грязную кидают. И вот такой вкус получается. Не, свеклана сама такой вкус специфичный, имеет грязи. Так что ты не знаешь. Чисто наше, славянское. Да, 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 да. Давай попробуем вот это. Давай. Да, нормально. Опять рестория шеф. 100 рублей. 100 рублей, ребят. Ладно тебе, целое блюдо здесь. Не, ну вообще, блюдо, да. Ну, стой, слушай, если у них свекла умудрилась обосраться за 60. Умудрилась обосраться. Да тут целое блюдо за 100. Ну, блин, выглядит так, как будто это Ленин, консервированный, блядь. От него какие-то бляшки на нем растут. Их отламывают. Да, или историю продают. Не, выглядит так, как будто это, ну, забальзамировали все это. Это вообще, ну да, такое, конечно. Ну, целое блюдо, смотри, перед нами. Ну, давай, давай. Фу, не хочу, воняет. Давай пробуй. Тут еще остоматный соус, нифига себе. Не буду в него макать. Чуть-чуть макнул, хватит. Ну, кстати, пахнет для травы какой-то вкусный. Кинза. Да, приправы точно. Сначала у меня воняло, а потом я унюхал что-то помимо вони. Ну, это, кстати, съедобнее всего из мясного что-то было. Если что-то было, я не помню. У нас, вовремя, не было мясного из Рестории. Ну, это более-менее. Как будто пойдет, да, но, не знаю, не внушают мне доверие мяса. Ну, за 100 рублей блюдо. Ну-ка, давай макарошки попробуем. Ну, лучше шавуху купить. Ну, они, кстати, заметьте, они красиво блюдо оформляют. Как в доставке на дом вот это блогеры рекламируют. Да, 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 как Груфуд, вот эта всякая хуйня. Да, есть что-то похожее, когда грела. Тут наверняка есть какой-то консервант, вот они все одним и тем же пахнут. Может, какой-то глутамат. Ммм. Ну, макароны, типа, сносные. Если бы они еще и макароны испортили, тогда было бы, ну, такие, типа. Очень, очень хочу сказать, все жирное. О, давай, в масле все. У меня вот тут все в масле уже с первого блюда самого начинаем. Ну, за 100 рублей, вот за 30? 30? За 30? За 30? Нет, 30 не. Мне кажется, 50, не, 60 рублей вот. 30. Да ты что там мясо? Ну, ебать, мясо не значит, что есть можно. Сколько блюда ставишь? Три. Нет, два. Два? Да. Ну, я сужу по себе, я бы не смог ездить. Я бы все это не съела бы точно. Ну, если бы я был где-то на обочине, жил бы под теплотрассой, я бы за 100 никогда в жизни бы это не ел. За 100, прикинь, сколько все купить нужно. Да, вот я про то же. Ну, да, да. В здравом уме, конечно. Да, сложно есть, я бы не съела полностью. Итак. Ух ты. Вот что-то на богатом, что-то на богатом. Смотрите, упаковочка стильная. Что, сколько стоит? 150 рублей. Манты со сочной начинкой из мелко нарубленной говядины, с луком и специями. Случит такая. Ой, сейчас мы еще вскроем. Ну, вот упаковку они не придумали нормальную. Ну, все вот так открывают. Ну, вот именно. Выглядит пока не очень здорово. Да нет, нормально более-менее. Да, надо понюхать. Дешманским фаршем воняет. Пельмешком невкусным пахнет. На вид, кстати, ничего так пойдет. Бери, вкушай. Вкушать? Блин, у меня живот заболел что-то. Да это нормально. Мне кажется, это после оливьешки. А, точно так лучше будет. А мне кажется, это после морковки. Ой, я хочу изначально попробовать сначала мясо. Вот попробуем. Отдельно? Ой, я тоже хочу отдельно. Ммм, неплохо. Да, кстати, нормально. Это даже похоже на оригинальный манты чем-то. Ну, они неприятненькие по структуре. Если тесто жрешь. Но захавать легко можно. Не, ну ладно, именно еды-еды, которая тут была за все это время, это семерочка твердая. Я даже для подобного, чисто для прикола в магазине готовых мантов. Ну да, да. Я бы поставила даже, ну это было самое лучшее, девятку я поставила. Ну это самое лучшее, если ты пока все что было. А если в сметанку макнуть? Ммм, вообще годно. Нормально, годно. Единственное, что лука много как-то. Ну тут и дизайн как будто не на отъебись делали. У них даже инстаграм тут указан. Они не стесняются как бы своих блюд. Подписывайтесь, ребят, на инстаграм. Нет, что-то. Ребята, покупайте их, подписывайтесь на инстаграм. Да, нам заплатили за рекламу. Огуемые парни. Ого. Моя очередь, что ли? Угу. Одни вкусняшки. Ну вот это самые невкусные, вот два остались, мне кажется. Ооо, я такое придумала. Ну да. На, открывай. Ууу, знаешь, сколько? Сколько? Дороже мантов даже. Сколько? 175. 175. Закуска с отец с сырочком. 175. Ну это что-то на уровне красной икры. Нормальная темочка. Ну, кстати говоря, помню еще блогера Талина. О, пахнет, кстати. О, хорошо пахнет. Вот он хвалил эту фирму. Вот это, да? Чувствую запашок. Да, прям Нового года започу. Нового года нормально пахнет. Неплохо. А, да, он, по-моему, вот эту вот луку так вылавливал. Да, да, да. Их фирмы вроде. Вроде да. Ну что-то знакомая этикетка. Может, я ошибаюсь. Ага. Лео прям целую цепанул даже. В восторге жим. Ну он, жирно, пиздец. Блядь, не протыкаешь. Нормально. Ну, только кабачок какой-то, как веревка, не кусается. Но нормально. Ой, я такого вообще не любитель. Я тоже. Не, ну это не, ну типа, это съедобно. Ну это как сливочное масло, вот так ложкой отрывать и есть. Нормально? Там жирное еще в растительном масле сверху. У меня прям отпечаток на губах. Я этому блюду ставлю 5. Ну я ставлю 6, 7, 6, 7, 6. Где-то там застрял. 6 с половиной. 6 с половиной, да. Ну я бы это не съел ни одну полностью. Ну я просто чувствую, ты знаешь, кабачок и чесночок. Я такой, да. Но все остальное жирно и не кайп. Но дороговато. 185 рублей, блядь. Что за жесть? Да, для такой цены дорого. Ну ладно, что тут? Котлеточка с пюрешкой. С пюрешкой. 150 рублей. Я не буду это пробовать даже. Нет, это нельзя это есть. Думаешь? Дай и понюхать. Нет, нет, нет. В смысле ты? Фу, а что там наплевано? Ты обозреватель? Да, это сливочный соус. А-а-а, вещь. Да, я какую-то тарелку зэка с харчой показываю. Да, реально, я видела видео, где зэки готовят, они такое готовят. У меня были серые тюремные миски, куча. Вот так похожи. Только у них микро-ручечки еще по бокам. А вдруг это зэки готовят? У них же есть работа у зэков. Ну, блядь, ниху... Ой-ой-ой, оно еще и стеклянное пюрешка. Ну, типа, оно... Ну, как снег засохший, знаешь? Железное, железное. Это квест, блядь. Там все как желе. Блядь, чуваки, пиздец. Да это непробиваемое дно. Если бы мы были на стриме, я бы 5 тысяч сказала заплатить, чтобы я это пробовала. Ну, это фу. А сколько это стоит, я забыла? 150. Не, не хочу, не могу заставить себя. А я попробую. Ну, давай. У тебя уже срыв как будто начинается. Ну, там, там, пробую, а то пора вообще, блядь. А что ты еще хочешь пробовать? Ты пробуй. Вещай, как тебя пайчется, сегментно. И вот так, чуть-чуть, на зубок. Кайф? Да, лицо прям такая. Попробуй попробовать? Это одеколон. Да. Это одеколон. Может, чьего-то батю приготовили. Пробовал одеколон? Да, чувствую. Одеколон жириновский. Есть такой. Вот такой одеколон, блядь. Нет, это очень плохо. И жириновский с говядиной. Нет, ну пюре я не буду точно пробовать. А я попробую. Ну ладно. Это же шедевр. Я только из-за тебя пробую. Это же шедевр кухни. Рызыковской, блядь. Ой, я еще побольше чуть-чуть котлетку съел. Она же прям вот тут, когда, вот тут она у меня покатилась. А почему реально духовно ебашили? Она, смотри, сюда покатилась. И вонючий запах только. Вот так произошло. Это если всю съесть, это смертельная бомба. Вот это надо было рыть и башить, как куклу вуду, блядь. Так, что хочешь? О, селед под шубой хочу. Тишелятина, рестория опять шеф. 100 рублей. Я обожаю селедку под шубой, если это очень хороший салат. Я прям такой, да, когда селедочка вот подобрана вкусненькая, ее много, а не одна там кусочек лежит. Да, иногда паштет, фаршмак вот такой добавляют. Вообще нихуя там нет. Там нет нихуя! Да хватит ты, блин, бить! Да я уже ненавижу этот салат. Ты повару доставляешь... А, вот, нашел. А, нет, это... Нет, нет, не нашел. Да, я поищу. Так. А она тут, наверное, разъебанная. А, типа фарш. Да, типа фарш. Так, разбрасан везде, разбросан. Ну, че, как? Кусок селедки попался. Борька. И майонезно. Вкусно, короче? Ну, съедобно, в принципе. Как будто там тухлая рыбка. Ну, ставлю 4 из 10. Ну, знаешь, какая-то 4 из 10? 4 из 10, но никто не съест это целиком. Даже половину не съесть. Да. Даже вторую вилку я не могу больше. Это все, слюней полонрота так набирается, выплюнут репляж. Давай, давай, запей, запей, запей кока-колы. Я выбираю оладьи, оладьи по-домашнему. О, оладьи я люблю. Оладушки вкусные. 68 рублей. Ну, если оладьи, они заруинят. Ну, наверное, невозможно. Ну, как хлебушек. Это не похоже на оладьи. Ну, типа резиночка. Кто любит вот эту ебаную массу дешевого кулича? Вот это дешевое, ну, типа кулич, когда ешь, не верхушку, а вот этот низ. Только дешевое. Только резиновый. Да, только это резиновый. И влажненький. И влажный. Влажный, резиновый кулич. Как хлеб какой-то. По вкусу. Кустоватый и резиновый хлеб. Да, да, да. Ну, типа десятка из всего, что тут было, потому что это можно и целиком съесть. Тебе так понравилось? Нет, просто это изи, не можешь если ешь хоть все. Блин, странный ты. Котлета по-киевски с картофельным пюре. По-киевски, это интересно. 130 рублей. На вид выглядит хорошо. Ну, сейчас разомню вам чуть-чуть. Пюре похоже на пюре. Да? Давай попробуем. Почему оно дает рыбой? Наверное, есть какое-то блюдо, где это пюре еще с рыбой лежит. Из всего, что тут было, какие-то пюре, это хотя бы, ну, похоже. Ну, кисленькое только. Два из десяти. Так, вот, самое главное. У котлеты по-киевски есть начиночка даже. Опа, очки, бомбочка. Подъехала вкусняшка. Масло куда-то делось уже. Да, вытекло все. Ну, нету дырка там. Нормальное. Не, не нормальное. Суховато. Какая-то рассыпчатая тоже. Сухо. Как пюрешка. Не, фу. Чем больше жуешь, тем отвратительней. Какой-то пучок укропа там отвратительно не жующийся лежит. Да. Да, как будто реально пюрешка. Как будто мы стали поменять. Но чтобы котлета была пюрешкой. Мы даже ничего не оставим на потом поесть. Что за... Ад. Топ-3. Выбирай. Ну, вот это, я думаю. Ты сказал, мы в середине бургер будем пробовать. Ну, давай бургер. Чизбургер. Мироторг. Доверяешь Мироторгу? Мироторг? Ну, да. Счастье. Так. А хотя нет, у них мясо вонющее. Ну, бывает вкусное. Вроде берут стейки от кто-то. От Мироторга, я слышал. И говорят, нормально. Но я не пробовал, не советую. Так мы недавно пробовали. Да? Что, были плохие? Ну, так все, да. Стейки мы ели? Да. Да? Ой, мокро. Такой мокрость. Мокрый, очень мокрый. Прям вода. Фу. Фу, вода какая-то. Покажи. Мы его просто чуть-чуть раз... Ой, что это? Говно? Кто-то жопу потер вот так и кинул в себя. Эх, хватит. Эх. Ну, так выглядит, я при чем? Ты с той стороны кусаешься. Не скажите, если это не так. Фу, что там внутри, блядь? А, вот, кстати, пахнет более-менее кофем каким-то. Кофе? Ну, барбекю же. Угу. Овощи умерли внутри как будто. О, ни хрена ты, конечно, этот рисковый парень. Если бы булки были сухие, было бы нормально. Да? Наверное. Попробуем. Ой, мне не нравится мокрая булка. Ну, убери ее. О, нет. Я должна это делать? Оно уже просится. Фу, там что это такое за язык, блядь? Это сырок с какашками. Да давай, оно вкусное. Ты че, мясо настоящее, говяжье. Мясо вкусное. Нет? Да, еще раз попробуем. Я не могу такое есть. Блядь, мы изнасиловали рецептор моим. Если было бы нормально приготовлено, как будто было бы более-менее. Мы, короче, раньше иногда какой-то супер дешманский бургер покупали в Ашане. Мороженый вроде он был или какой. И мы прямо его несколько раз брали, он был цветовый. Это самое худшее за сегодня. Ну, это прям размоченный хлеб. Все очень мокрое, кисленькое, запреленькое. Может, даже срок годности вышел. Мне ужасно после него. Ну, это нормально, это посттравмастический шок. Блин, почему ты меня не поддерживаешь? Поддерживаю, вот я тебе объяснил. Это логический термин. Что-то я помню, был день в пятерочке, когда я брал подобный плов. Вот так на зубок попробовал, он захрустел, и я выкинул его, пошел. Потом я пошел, взял косичку, у них такая продается выпечка. Сыр-косичка? Не, с курицей типа. И я так траванулся. Я в температуре с поносом два дня лежал. Нихуйня. Ты не помнишь? Ну вот. И это прям пиздец был. И потом, через год я смотрю, все работы хороши канал про пятерочку. И там рассказывают, пятерочки часто, тухлые, даже крыс бывало находили. Ну да, да. Я думаю, вау, вот что-то такое мне и попалось. Крысиная лапка какая-то. Ну, кстати, ничего, пересолена. Ну да, да. У них с соли везде проблемы. Это как будто без подъеба блюда. Ну пойдет. Я мясо не пробовала, дай. Но есть не буду такое я. Не, вот это нормально, самое нормальное из истории. Это просто плов не очень вкусный. Ставлю этому 80-10. А как блюдо ты бы ела, если бы? Я бы не ела. То есть один. Честно сказать? Один. Если по-честному, то один. Если в чайхане или домашний какой-то, это ноль. Ну в чайхане там ебать, конечно. Там 100, а это ноль. Даже с домашними сравнится. У них везде проблема с солью. Ну и вкусненькая. Рестория шеф, завтрак, сырники. Любишь сырники? Сырники, не-е-е, ненавижу, кстати. А я нормально вроде. Не, ну так. Да, ты любишь? Ну не люблю, но типа как кашу, знаешь. 120 рублей. Я сырники вообще не очень. Не. Ну пойдет. Не. Ну. Ну для меня здесь самое съедобное оладие из сырники. Ну если бы я пришел к кому-то в гости, у меня такие чаек будешь? Я такой, да. У меня вот такие оладишки, такие сырники на тарелочке поставили. Я такой, ну и съел бы. Да? Ну и не задумался бы ничего. Не, ну да, наверное, не задумался, но если с домашними сравнивать. Ну типа если бы мне плов такой принесли, да, в тарелки дома какой-нибудь дали, я бы такой, э-э-э-э. Буду улыбаться и давиться. Ага. Не, мне ни оладьи, ни сырники не понравились. Это просто как будто законсервировали, чтобы дольше лежали. Это сладкий скрипыш. Ну есть такое. Желатин как будто везде. Да, сладкий скрипыш и просто. Ну вот, осталось сало в морозилке. 90 рублей. Я его в морозилочку положил. Конечно, это не очень для быстрого блюда. Наверное, надо было теплым есть. Да? Ну сейчас узнаем. Давай разогреем. Прикинь, такая будет вода просто. Я люблю сало за кожицу свиньи и за мяске прослойки. Чтобы ты... Вот это еще, знаете, любимое мое, когда волосы щетинка там вот это... Да, ты любишь волосы? Я люблю хорошее, качественное сало. А ты ел свиной пятак тогда? Там столько волос. О, наверное, вкусно. Тебе понравилось, отвечаю. Так. Ой, я читаю салфетинка. Ой, а что там такое? А почему такая текстура? Ну, волокна. Нормально. С жир же все-таки. О, пахнет прям салом, ничего не сказалось. Да, с черным хлебушком. Я обычно с белым ем, но Аня сегодня говорит, надо с черным сальцом. Почему ты не ел ни разу с черным? Это классика. Вкусно. Ну, лучше... Сало лучше, как мне. Но это как будто то же самое. Только раз молодое. Да. Вкусно? Отлично. Да, пойдет. Для сала прям вообще шик. Ну, не знаю, входит ли это в фастфуд. Но мы взяли. Да, да, решили, так скажем, на закуску. Ну, это нормально. Золотой кабанчик. Мясные деликатесы. Наливай кубу, говорю, стаканчик, билею по полю, золотой кабанчик. Ну, вот такой был сегодня у нас обзор. Ставь лайк, если хочешь что-нибудь. Еще вообще предлагайте, может, вы бы что-нибудь предложили, что нам покушать, попробовать. Может, что-то из вашего рациона, быстро я имею в виду. Может, вы такие, а там пиццу люблю замороженную. А мы можем, короче, из всего списка комментариев составить ваши блюда, накупить чисто их и сделать на их обзор. Любимые продукты ваши. Только что гениальная мысль Джима Артемовича. Охуенно просто, да. Подписывайтесь. Или просто для обзора тоже что-нибудь предлагайте, какие-то идеи новенькие. Вообще охуенно будет. Подписывайтесь на канал Анна Мяу на Ютубе. Также на Твич. У нее тоже выходят там всякие. Точнее, мы делаем обзоры на хавки. Найдете на Твиче видеозаписях, если вам интересно. На канале там сейчас выйдет у нее KFC. Всякие штучечки, приколюшечки. Так что обязательно на все подписывайтесь. Жмите вот сюда. Здесь плейлист с нашими, с Аней всякими видосами. Подписывайтесь, жмите колокольчик, включайте все уведомления. С вами был Джима Артемович и Анна Мяу. До встречи.